Вот такие дела, друзья. Три подруги Вика, Света и Даша едут в Сочи на девичник своей однокласснице Катя, чтобы как следует там оторваться. Звучит реально как начало очень-очень веселого фильма. Кстати, создатели, вы, собственно, на это и сделали акцент. Я сейчас говорю о премьере, о премьере, которая называется «Одноклассники». Друзья, сегодня к нам в гости заглянула исполнительница одной из ролей российской актрис театра кино Валентина Мазунина. Доброе утро! Доброе утро! Вот у нас одна из одноклассниц так называемых. Во-первых, давайте сразу немножко о фильме. Когда премьера? Премьера состоится 16 июня. Приходите, смотрите, поулыбайтесь, посмейтесь. Слушайте, ну в описании фигурирует так много вот эти женские имена, Вика и Света, и Даша, и Катя. Кто вы? Я Даша. Прекрасно. Даша, женщина в поиске, ну-то, как сказать, харизматичная. Вот, к примеру, для этого фильма я училась водить трактор. Да ладно. Какой трактор? Не белорус случайно трактор? Какой-то старый. А это белорус? Да. У нас есть и новая. Я не знаю, но я так сначала испугалась, мне казалось, я никогда не справлюсь, вообще никогда. Но ничего, к концу вечера я уже просто как будто у себя дома. Конечно, профессионал своего дела просто. Почему? Как трактор на девичнике оказался? Ну, видите, там и предыстория еще показывается, как мы живем до немножечко, до вот именно этого события. Вот, судя по кадрам, вы хорошо живете, потому что там видно и джакузи, и... Это отель. Вот видите, как я хорошо живу. Супер! Одно это вау, это уже вау. Слушайте, а вот, ну, в кино понятно, у вас такой действительно харизматичный образ, да? Такая веселая, отрывная подружка. В жизни вам приходилось быть подружкой невесты на свадьбах где-то? Да, но вот, если честно, я не очень вот эти вот такие какие-то огромные торжества люблю с этими вот, с платьями, со всеми... Это немного не мое. Но когда мои друзья устраивают вот такие свадьбы, я прям веселюсь. Я человек, который очень люблю, ну, я люблю веселиться. Ну, мне кажется, это как-то очень видно, да, очень близко. Видно, потому что вас в Беларуси знают и любят по фильмам «Горько», во-первых. Да, это шикарно, это шикарно, конечно. Ну, вот мы видим по трейлеру, что фильм очень легкий, такой веселый, позитивный, летний. На какую аудиторию он рассчитан? На кого? Мне кажется, аудитория... Молодые люди, молодые девушки, парни. Это действительно очень такая легкая должна получиться, легкая, веселая, приятная вещь. Но больше для девчонок все-таки. Ну, больше для девчонок, конечно, да. Слушайте, вот сюжет довольно экстремальный, здесь видно, бывают очень такие интересные сцены. На что вам пришлось, вот были какие-то такие моменты, на что пришлось решиться? Во время съемок? Ну, вот, наверное, трактор водить потом, но это прямо для меня было такое, да. Что еще такое? Что еще такое? А, одна сцена, когда я Диму Хрусталева качу на телеге, чуть не закончилась печалью. Я думала, я умру, он умер, все мы умрем. Вы собрали его? Почему? Мне сказали катить его с горки. И я, когда мы репетировали, я в тапочках это делал, не на каблуках. А тут бедного Диму связали по рукам, по ногам положили, рот заклеен. Я говорю, стартуй! Я телегу-то схватил, и я просто понимаю, что она уезжает в бетонный, у меня ведет. Я ее пытаюсь как-то тормозить, выворачиваю, и я смотрю, он падает вот так просто, вот как жук какой-то на асфальт. Я втыкаюсь с животом в ручку, и я улетела далеко, я смотрю, он лежит, не шевелится, просто вся съемочная группа. На секунду обрадовалась. Слушайте, у вас же звездный состав такой, во-первых, вы, Ходченкова, Вилкова, Юнусов, Макарский, Хрусталев, да? Как вообще происходят съемки вот в такой компании? Белорусы-то, ну, не знают, да, и россияне не все знают, да? Как вот проходит именно съемочный процесс? Все веселятся, отрываются или серьезно учат сценарии? Ну, это работа, прежде всего, это работа, и надо подходить ответственно, действительно, читать сценарий, изучать, говорить, разговаривать с режиссером, с продюсером. Мне, вот, к примеру, очень девочки помогали, мы как-то, я очень волновалась, потому что все равно мы были незнакомы, но они оказались очень приятны, и как-то вот мы друг друга поддерживали, и действительно, советовали друг другу что-то, как-то вместе сговаривались, это очень здорово. Я очень рада, что у меня был такой опыт. Слушайте, ну вот, в преддверии премьеры вы приехали сюда, я уверена, что у вас какое-то бесконечное количество интервью, вот это сумасшествие такое полноценное. У вас есть хоть капелька времени с городом нашим познакомиться, сходить куда-то? Ну вот, у меня, наверное, вечером до поезда будет 2 или 3 часа, но если я не совсем устану, наверное, мы покатаемся, посмотрим, потому что я тоже, да, была у вас в Минске, но тоже только по работе, это все очень быстро. Город красивый, чистый, мне нравится, действительно, и хотелось бы посмотреть. Попробуйте еще наши драники, вы тогда полностью ощутите весь колорит Минска. Обязательно. Мы вот посмотрели вашу фильмографию, и основная часть работ, ну, как бы белорусы знают, опять же, да, это «Горько», это «Реальные пацаны», это, у вас там образ такой больше комедийный, да? Это ваш выбор или продюсер вас так видит, режиссер? Ой, вы знаете, я никогда в жизни не откажусь от комедии. Конечно, хотелось бы много разнообразной работы, хочется развиваться, хочется выходить из своей собственной зоны комфорта, но я никогда от этого не откажусь, потому что, может быть, я человек такой. Мне в этом здорово, кому-то нравится, мне это нравится, поэтому, я не знаю, тут как-то все совпало вместе, и продюсер, и я. Я должна сказать и отметить, что очень комфортный в общении человек, по-моему, Валентина, просто какой-то потрясающий, лучезарный. У нас, наш яркий эфир стал еще просто ярче многократно. Здорово. Мне кажется, вы в образе, вы вот так, я не знаю, вот ощущение, да, действительно, что такой флирт какой-то, шарм. Очень приятно, Валентина, спасибо большое, что проснулись, во-первых, так рано для телезрителей программы «Доброй ранец и Беларусь». Премьера «Одноклассница» 16-го, правильно, 16-го июня, совсем скоро все идем в кинотеатры. Валентина Мазунина, исполнительница одной из главных ролей, спасибо за утро. Это было супер, спасибо вам большое. Друзья, не переключайтесь, оставайтесь с нами, дальше вас ждет очень много интересного.